Как вы относитесь к работе инспекторов ГИБДД? Абсолютно спокойно. Все в порядке, переживать нет повода. Главное, чтобы детки не брали. Следили за порядком. Очень положительно. У нас в городе вообще замечательные инспектора ГИБДД. У меня даже был один такой случай, если позволите, на камеру. Я как-то ехала с двумя детьми в машине, меня остановил инспектор ГИБДД. Но я знала, что я ничего не нарушила. И просто предупредить о том, что у меня одна фара перегорела. Возраст не тот. Гонок не устраиваю. Нормально езжу. Так что проблем никаких. У каждого водителя уже сложилось мнение о работе инспекторов ГИБДД. Большинство сходятся в одном. Без полиции на дорогах был бы хаос. По всей стране происходит очень большое количество ДТП. Преступления связаны с автотранспортом, с мототранспортом. Сотрудники ГИБДД нужны для того, чтобы хотя бы был порядок на дорогах нашей страны. Пресекали правонарушения. Не все правонарушения может зафиксировать камера. То, что увидит своими глазами сотрудник ГИБДД, того не увидит камера. Пьянство за рулем. Угон транспорта. Нарушение правил. Это лишь небольшой список того, с чем сталкиваются инспекторы ежедневно. Сотрудники ГИБДД несут службу с 1936 года. Здесь представлены автомобили, с которых начиналась служба ГАИ, служба ДПС. На данных транспортных средствах заступали сотрудники на службу. Как считаете, вот сейчас на вот таком автомобиле можно угнаться за правонарушителем? Ну, к сожалению или к счастью, нет. Такой автомобиль уже не потянет. Во время работы своей, когда они еще действовали, какую скорость они развивали? Ну, конкретно данные автомобили. Ну, если взять, допустим, «Москвич АЗЛК», ну, это в районе 130-120 км в час. А вот первая синенькая? Ну, там максимальная скорость движения была 70. А как думаете, удобно было вообще полицейским работать на этих автомобилях? Болезнь, ломалось кресло. И чтобы можно было как-то ездить, мы запасное колесо ставили назад, чтобы она держала. И вот таким образом несли службу. Где-то там, если будет, что-то ржавое, дрявое, зима, снег, пурга. Одна нога замерзает, другая нога возле печки греется. Класс. Но с тех пор прошло много времени, машины стали гораздо мощнее, современнее. Впрочем, изменилась и экипировка сотрудников. Сейчас мы с экипажем ДПС поедем на маршрут патрулирования и узнаем, что в обязательном порядке берут с собой полицейские. Есть у нас прибор измерения светопропускаемости стекол. Называется он «Тоник». Это для тонировки, правильно? Это да, измерять тонировку стекол. Ну и наше самое главное оружие – это ручки, протокола. Часто пригождаются? Ну да, если честно, да. А я думала, ваше главное оружие – вот, жезл. Это естественно. А еще на дежурстве у полицейских с собой всегда оружие, камеры, дозор, которые прикреплены к одежде, и камеры в патрульном автомобиле. Выезжаем на маршрут патрулирования, сейчас мы заехали на заправку. Вот так вот? Да, нам выдают талоны, на которые мы приезжаем. Утром, на начало экипажа, когда заступает, заправляется. Заправились и на маршрут. А скажите, вот вы заступаете. Сколько по времени вы будете находиться, вот ваш экипаж будет находиться на дорогах? На дорогах? Ну, в 7 часов у нас развод. Мы в 6 лет приезжаем на работу. В 7 часов развод. Мы получаем поставленные задачи и едем в выполнение до 7 вечера. Сотрудники ГИБДД на страже порядка уже 87 лет. И даже в профессиональный праздник на дорогах Ставрополья дежурят экипажи. Честно говоря, работе сотрудников Государственной автомобильной инспекции не позавидуешь. Они вынуждены независимо от погодных условий и в жару, и в холод стоять на улице и следить за безопасностью дорожного движения. Поэтому от лица редакции хотим поздравить всех причастных с праздником, пожелать крепкого здоровья и всегда возвращаться домой. Екатерина Сегеда, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.